Всем привет наши дорогие зрители и подписчики канала, вы как всегда на канале Семье на чемоданах, с вами я Славян И мы вас приглашаем в новый сезон, который даже пока на момент начала выпуска я не знаю как мы назовем Что-то связано с Москвой, будем путешествовать здесь по кругу Короче ждет нас много чего интересного Перед тем как мы отправимся с вами в новое путешествие, я хочу вам порекомендовать карту Тинькофф Блэк Лично у меня таких карт целых две, я использую карту Мастеркард и карту Мир Этим банком я пользуюсь уже на протяжении нескольких лет По моей ссылочке в описании вы получите пожизненное бесплатное обслуживание Помимо этого вы также получаете до 30% кэшбэка у партнеров До 15% кэшбэка при выборе категории И до 7% на остаток И хочу заметить, что это не какие-то там бонусы А это самые настоящие рубли, которые вы сразу же можете потратить на свои новые покупки Помимо бесплатного обслуживания по моей ссылочке вы получаете бесплатное пополнение и переводы Также снятие без комиссий в огромном количестве банкоматов Ну и конечно же лучший мобильный банк в мире это 100% Помимо всего этого, что я перечислил, также хочу вам после оформления этой карты по моей ссылочке Порекомендовать вам открыть инвестор пилочку Данный инструмент поможет вам очень незаметно накопить деньги Когда в конце месяца вы открываете, а у вас там кругленькая сумма Ну конечно кругленькая сумма зависит от того, сколько вы тратите Собственно оформите и посмотрите и разберетесь Очень классный инструмент Ссылочку я оставляю под этим видеороликом Переходите, оформляйте, пользуйтесь Погнали! там-топ-топ-топ-топ-топ сынок да топ 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 по . гавка и тени нравиться да это мэричка ты главную не еду не забирай да вон там мэричка да вот она мэричка привет привет собачка бриет как тебе мэричка сынок интересная штука да такая у нас да а вот так туда да да вон там смотрите говорит смотрите собачка вон там да мы ведь когда ныречка мы вчера приехали уже темнело вот пока выгрузили машину пошел опять дождь туда-сюда вот мама как всегда встретила вкуснейшими блюдами родиону сварила целую кастрюлю рассольника потому что ночь сильно любит обязательно посмотрите предыдущий выпуск прикольно было вот еще вчера отец купил красную икру и я такой вечером думал как короче здорово типа утром позавтракать а проснулся утром и не хочу вот вообще вот не хочу прямо все зато они уходя на работу позавтракали ничего себе завтрак полбанки просто хлопс и нету погодка сегодня чё так смотрите солнышко стадиончик красота пойдут гулять а я саду немножко поработаю просто кофе и просто турский пряник зачем вообще мы приехали в москву сейчас вам расскажу как написал вчера мдс нам добро пожаловать домой смотрите первое мы уже почти 7 месяцев не приезжали к родителям а мы обычно приезжаем каждые три месяца привозим детей чтобы они по ним так сказать не скучали до следующий момент это то что у них сейчас будет отпуск и мы решили совместить и стать приятное с полезное вместе по путешествую вместе съездим на рыбалку как следует отдохнем и же вас ждут очень крутые видеоролики следующий момент это тот что кто-то за нами давно наблюдает знает что мы когда отправляли вещи из краснодара отправили в машине машина разбилась вещи наши все уничтоженные привезли на мусор эти все вещи нам нужно перебрать посмотреть потому что ну мама и отец этим заниматься естественно не будут но чуть-чуть позанимались и как бы особо напрягать же тоже не охота поэтому мы здесь ну и также развеется у нас есть план давайте я вам его озвучу мы хотим съездить с родителями на волгу они купили моторную лодку вот вчера выпуске показывал жилеты для купили для родиона одного не хватало также мы хотим съездить ярославль очень сильно хочется мы хотим съездить питер попутешествовать по ленобласти доехать до выборга мы хотим съездить нашим друзьям в смоленск и скорее всего мы поедем сделаем небольшой три по беларуси конечно тоже давняя мечта поэтому мы здесь и ближайшие наверное полмесяца мы будем тут и будем путешествовать по этому краю а потом скорее всего мы уже поедем опять на юг в дагестан на кавказ так что оставайтесь с нами подписывайтесь нажимайте на колокольчик чтобы ничего не пропустить пока родители на работе нужно покормить их пигуля иди сюда бойцовая собака подкрепляйся они там это уже давай 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 питбуль кушай приятного аппетита тебе некогда был маленький мы еще жили в чте и в 6 лет и притащил собачку маленького щенка дворняжку так сложилось что она очень долго прожила и умерла когда мне уже было только 23 года вот мы смысл в том то что динка она всегда кушала только тогда когда его так подразнишь вот и насыпающий дона лежит и просто охраняет она может целый день охранять не будет есть подойдешь так рукой и подразнишь схомячила сейчас пошел в магазин и знаете очень сильно бросается в глаза то то что здесь люди все грустные слишком серьезные что ли я не знаю чем это связано наверное на юг когда люди приезжают они все равно в отпуск все довольны все друг другу улыбаются и прям гулять так приятно а здесь идешь все таки вы чё блин улыбаетесь почаще это очень нужно вам мама короче ребятишкам подарила специальные тачпад по моему ручки они называются вот для рисования и они теперь сегодня сидят вот ими рисуют в планшетах и вот короче есть программа такая но вдруг кому-то понадобится называется скетчбук тут такие штуки крутые можно рисовать вот прям выбираете там маркеры кисточки даже карандаши вот этой какая правильная мягкость а их которую можно выбирать еще очень штуки получаются вообще классные решил добежать до парикмахерской сбрить боковушки привести себя в порядок но другое дело еще чего здесь кайфуем от того то что мы очень соскучились по прохладному воздуху вы типа знаете когда ты спишь ночью открываешь окно и у тебя идет в комнату прям такой прохладный прохладный воздух и это кайф на юге просто открыл окно и толку нету но как мы будем сейчас например на природе когда вот поедем потому что здесь например днем сейчас 24 а перепад ночью аж 13 градусов прикиньте как бы это холодно это нужно что-то одевать мы просто такого отвыкли мы посмотрим потому что хочется и на волгу и именно по вот этим областям покататься он спрашивает и мы руки мыло да мама сегодня говорит и я горит роллов не ела со времен как вы уехали то есть 7 месяцев и давайте закажем я говорю давайте закажем заказали здесь подольщики заказываем в одном из них заведение хорошем но нормальные когда еще ценники подорожали вот наживаются хочу мать и вдруг меня в подольщики смотрят вот можно заказать много два с половиной до килограмм или два короче много так непривычно время пол девятого а на улице как будто утро посмотрите солнце даже еще не собирается за горизонт вообще у нас просто юге в это время уже все темнота минус квартиру родителей это то что на стадион выходят окна здесь постоянно что-то бахнет вот сегодня видите салют так вот и все дома в округе все слышат и видят спасибо но сутрица заливаем кофе маму делаю кофе мальчишки вон оплыть да пацаны вкусный завтрак аристократ я прозвонил несколько компаний в подольске и никто не занимается дронами блин в итоге позвонил еще в одну там в центре находится ну типа по рейтингу аля нормальная такая типа все чинит им позвонил они говорят мы прямо от конкретно не занимаемся дронами но в принципе чиним все если он после падения то возможно мы отошел к это провод привозили вскроем посмотрим перепаяем собираюсь еду туда потом поеду в леруа чуть позже расскажу зачем вот у нас в подольске есть такой дворец культуры к небольшая площадь это не центр но в принципе рядом даже не знаю чего в подольске ты показать особо природных мест нету но что-нибудь покажу надеюсь будет интересно давайте немного напомню про наш дрон джекса джайм авит мини в геленджике при первом же полете поймал заглушку вот и разбился сломал лопасть вот и нам наш подписчик сергей сцена коленки мы ему отправили он нам починил но вот так вот заколхозили мы так просто решили потому что сам лучше ждать было долго поэтому решили просто так специально заклеить все держится очень хорошо я его запускал летал но когда нам дрон пришел от сергея обнаружилось что когда включается камера в таком положении заедает и все и стабилизация соответственно не работает хотя подвес крутится вот собственно сейчас надо пойти в сервис отнести пусть разберут и посмотрят разобрали дрон и там оказалось что шлейф который идет как раз на стабилизацию на камеру просто разорван пополам я не знаю как то так повезло сразу загуглил в подольске парнишка продает и у него есть одна штука сейчас прям бегом за ним вот покупаю и снова в сервис сам шлейф стоит 2000 рублей а сколько будет от по замену по вот этой разборке еще не в курсе скажу чуть позже какой здесь сделали красивый сквер она обязательно здесь будет пройтись приехала я это здесь соседний район что как он подольский простор что называется вот здесь чувак продает терпеть не могу этот район потому что здесь вот так все заставлено машинами хрен проедешь парковок вообще просто строили огромный район где вообще даже не думали о парковках они видимо когда строили думали такие типа наверно сюда будут заселяться те у кого нет машин вообще видите такие трубы погнутые это видимо когда мусорка проезжает вот так вот просто загнуло потому что реально узко мощный мощный у меня сегодня квест поздравляете вот купил шлейф показываю вот так вот бегу теперь точнее еду обратно сервис вот единственное за что я люблю москву так это за то что здесь любой вопрос закрывается вот так тебе нужно что-то купить у тебя уже есть тебе нужно я не знаю там что-то запустить вот так уже запущено тебе нужно с кем-то срочно встретиться вот так встретился то есть настолько это удобно оставил я в общем дрон сказали что сегодня либо до вечера либо уже в понедельник его сделают короче на самом деле работы там геморрой там нужно все разобрать все аккуратно выпаять все подоставать естественно поменять шлейф заново все собрать запаять вот надеюсь все получится единственное что они по цене не знаю так они не специализированы на дронах вот и что-то совещали совещали шесть семь пять четыре три короче я говорю давай за три он говорит от сложности я говорю давай сделаем проще позвоню в центр диджа я говорю просто так не хочу туда ехать позвоним и узнаем я звоню прямо на громко разговариваем не говорят что новый шлейф стоит четыре пятьсот возможно он у них не новый а сама работа будет стоить 1900 рублей они такие но окей говорит сделаем значит за эту цену как говорится держим пальчики надеюсь все получится домой приехала здесь ждет борщ вкусный вкусный мама приготовила самое интересное не знаю как она вкусно варит мясо но оно прям тает во рту шикарно впервые хрен знает за сколько времени мы остались без детей но не без всех еще мирончик есть его пока не оставишь ни в коем случае мамулька забрала детей и пошла с ними гулять куда-то на рынок в целом в любом случае прикольный опыт вышли с натенькой погулять она скидетов мёрзну я за ним реально прохладно прохладно я давно не прям прохладно было до летом свежо холодно 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 я так от жары устала хоть и начать думать что нифига нет на наскажала на юге давай съездим там туда-сюда вот приехали теперь она мерзли вечно недовольная вечно не угодишь человек такое существо нет это насенька такое существо здесь вот на районе стало прикольно во-первых здесь раньше вот этот брусчатка была она была все естественно разбиты раздолбан ну тоже показывали вот а сейчас закатали асфальт только мне такое ощущение что просто асфальт положили прямо на это но на брусчатку и горится надолго ли еще деревья выросли конечно классно вот раньше представлять просто вот была аллея и лысая без травы еда без сил а сейчас вот красиво здорово вообще когда этот район построили говорили местные говорили что построили город в городе но реально он очень огромный плюс еще соседние подольские просторы я не знаю тысяч на 200 человек и все ненавидели местные этот район потому что здесь все приезжие панаехи как как краснодарском крае называют вот сейчас вроде все норм наоборот город за счет этого развивается огромный рынок столько рабочих мест здесь ну прям класс то мы с настенькой познакомились я жил получается вот в этом доме настенька жила вот в этом доме вот вы нас часто спрашивать как вы познакомились вот так вот выцепил настенку вон еще что-то построилась куча всего ничего не было ни магазина сейчас так вообще шикарно да ну пожалуйста вот этот огромнейший торговый центр там причем знаете как половина вот сдана уже в аренду половина еще достраивается и сдается то есть вот был раньше такой пустырь пустырь прям строительный пустырь сейчас вот сделали вот так прикольненько дальше идет огромный огромный лес там есть озеро здесь течет эта река моча по-моему называется вот видите какая огромная 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 территория здесь красивая аллея которая подсвечивается сейчас конечно здорово вы посмотрите какая огромнейшая парковка я вот так немножко даже пройдусь покажу вам вот с виду как это все выглядит вот он супермаркет да вообще все счастливой глобус не надо ехать ничего дальше пошел получается вот рынок вот мы именно туда хотим как бы в супермаркет я думаю супермаркетом все понятно а вот сходить на сам рынок конечно будет прикольно так залетает насенька ну короче сделали очень цивильный конечно современная такая история прям современный рынок орешки сухофрукты молочко всякие сладости вы даже еще видите пустые витрины еще не распределилась но здесь пусточат людей как-то особо-то и нету всякие тортики вам посмотрите 860 рублей 625 ну так-то недорого вот кофе можно купить помолоть от 100 грамм нифига себе 300 килограмм что это так-то не это не дешево черешня 370 рублей да это дороговато вот еще чуть посмотрим огурцы 100 рублей блин дорого черешня 250 нектарины 250 до двигаемся в следующий корпус проходим проходим точечку здесь короче типа то же самое по идее она здесь еще рыба добавилась сазан 250 рублей судак 300 до рада 840 креветки 1700 магаданские он учительный 800 рублей ладно идем дальше что у нас тут замороженные стейки семги 1900 рублей яйца по 85 рублей 10 есть по 100 курица по 300 домашний фарш 350 баранка лопатка 590 мясо здесь вкусное точно вам покупает постоянно здесь прям норма фарш и свинин 350 шея 540 здрасте смотрим пока окорок 350 шея 495 шлук 450 уже маринованный клубника 270 рублей вот такая вот не знаю после кубани конечно ценники вау хочу погуляли погуляли идем встретили ребят ну и что-то купили что вам купили опять я же говорил мама я же говорил ну хоть раз полгода прошел у нас тут дождик мы уже за стол садимся ужинать звонят из сервиса и говорят приедь давайте попробуем паять им дальше не понять шлейф он поставил тот который я купил вот но нужно проверить работать ли стабилизатор чтоб его дальше уже там проклеивать весь радости просто полные штаны наконец-то блин никто не брался в каких городах мы пока не находились узнавал не брался никто а ребята взялись но друзья запоминайте пиндан точка ру ремонт смартфонов свердлова 15 это подольск находится вот и далеко от галереи можете сюда приносить все что у гордона вообще ребята на самом деле вот особенно володя который чинил собственного не крутые по крайне стоял ждал пока мы тестировали столько людей к ним приходят они все делают делают запомнили магазин переходите этот настолько представлять единственный во всем городе никто не делает дроны он взял и рискнул причем я вот говорил вам как по цене и он взял и сделал по цене диджая причем причем опыта нету но он починил насенька кое-что заказала мирончику это новый это его новый трон на колесах наверно вы уже поняли что это сейчас насенька покажет надеюсь что все ок не бракованы на днях заказал себе в биотуалет новые средства верхний бачок и в нижний бачок хотел заказать оригинальные которые идут прямо к этому туалету но получается почти 2 500 что-то короче как всегда зажопил и нашел нормальные средства по отзывам что ты поправляешь хочу так и говорю блин этот верхний бачок и в нижний только нашего российского производства и они обошлись в 600 с копейками я решил попробовать но если они будут конечно г то естественно мы просто будем оригинальные то как бы уже не будет варианта жопить ну вот я получил смотрите такая штука это получается что верхний бачок а это так момент вот это видимо в нижней а это нет это наоборот вот верхний бачок а это вот в нижней вот палитру ладно пропорции потом почитаю расскажу но это уже на практике все дело посмотрим вот ну туалет как у нас итак мы заказали classic бабала 2022 не знаю там ну в общем не порекомендовали несколько девчонок эту коляску мы просто смотрели такую же в краснодаре когда покупали свою коляску автолюльку посмотри чтоб чистая была вот и решили что все-таки этот вариант для нас подходящий папа разбирает вот мир мир не без добрых людей в чехле она у нас прикольно пахнет новеньким что могут прям тут собирать колесики резина резина как твердая нормально ой слушай красивенькая какая беленькая эта рама мне нравится мне нравится чехол а мне нравится чехол что он есть да теперь она как-то должна круто раскладываться она как-то легко в оси должно раскладываться лишь бы работала все чтобы не ждать менять и вот это вот оп ой какая прелесть мирошка на тысячи мы мама счастлива не знаю как ты мальчик еще помогает верните пожалуйста спасибо что я так держу с ними без опасности всего мирончик теперь смотрите какой красавый новый транспорт сидит придавали ну-ка сынчик такая посмотрите нравится сынок все эти приложить спать у нас маленький смотрите сразу же тестят коляску вырубился вот ему там хорошо а я пока занимаюсь тюняшками в комнату и тут такая проблема у мэри чки если третий ребенок есть корм собаки это значит проблема собаки да мирон а я я это чего это не твоя еда сын а еще короче покажу такую тему прикольно батя сделал для мэри чки такой спустя кровать высокая она тут поднимается спускается и сегодня мирончик лазил на кровати такой хлопс жопа развернулся из горки как скатился поехал я до гаража хочу посмотреть хоть немножко и самая жесть короче кто нас подписан недавно мы вот когда из краснодара переезжали мы отправили вещи машины в итоге машины короче в аварию попала наши вещи все расхерачила просто ну все компу хана конечно вообще это был мощный макинтошевский комп жесть просто жесть это был мой любимый компьютерный стул пердык ноге и ой ну тут короче вон понятно но это вообще все на выкидывать выкидывать тарелки по сути вообще никакая не доехал вас много и киевской было соковыжималка ну все и уже никак не попользуешься тоже покоцана видимо как упала ее там молотила ну надо конечно проверять да уж мастенька очень переживала вот за вот эти кружки они доехали так раз кружка это с турции так здесь еще видимо тарелка это наша любимая крымская тарелочка чуть-чуть остановилась больше всего мы переживали за лего у нас был огромный этот пакет лего дупла и вот этот ящик он был почти полный лего сити мелкого то есть лего конечно мелкое лего вообще растерялась очень сильно но родители что-то там немножко перебирали разбирали вот хочу сейчас забрать все это дело домой и уже самостоятельно перебрать вот пожалуйста мы жили в краснодаре почти целый год обживали что-то покупали копили накапливали в итоге решили как-то переехать и лишили всех вещей поэтому знаете стабильность это очень спорный вопрос и нужно ли вот так вот обживаться вещами тоже достаточно спорный вопрос нам жизнь показывает вообще совершенно другие моменты пытались что-то собрать вот элементарно железная дорога хлопц не хватает дальше набор собираем один тут куча деталей не хватает от него и вот так вот по каждому набору вот сижу собираю просто нету нету вот это все лего сити которая а был вообще вот так полный представляет учет здесь вообще просто мне просто трындец решил сегодня на ужин чтоб мама отдохнула от готовки и приготовлю им свое блюдо в духовочках мы раньше готовили ребрышки и овощи будет очень круто и думаю им понравится купил значит ребра есть почти два килограмма перцы кабачки картошка баклажаны чесночок все это дело будет запекаться в духовке добавляю значит спицы соевый соус сюда же чеснок вот и в соседей кастрюльке уже все нарезал сейчас буду все это дело теперь перемешивать и оставлять мариноваться давай вот сюда чеснока вот так вот машинковалово перемешаю сейчас буквально минут 10 маринуется и в духовку ну собственно духовочка уже готова я думаю что в принципе все там замариновалось пропиталось поэтому можно все это дело высыпать прямо так вот на противень вот так вот опа царить какая красота сейчас это все надо распределить вот так вот равномерненько все залетает в духовку все ждем а пока будет все это дело готовится я хочу подстричь пацанов превращение артема пива поворачивайся морить какую красоту я сделал темки по моему клево получил ордиончик решил сделать себе кулак халка вроде получилось пока подстригал все же готова так ну все вытаскиваем крым вам передает привет это вы кстати вами привозили когда скрым возвращались весь берег ну каково красота какой тяжелое ничего себе у ребят и я снова извиняюсь если вдруг вы голодные но ничего не поделать какая красота получилась вообще все отлично на самом деле приготовилась так давайте пробуйте и ваше мнение товарищ товарищи тунеядцы садитесь кушать и давай пробуем про быстрее пробуйте как мясо приготовилось вы такого еще не пробовали это ресторанное блюдо 25 тысяч рублей партнерского арту то есть мяско тоже мы давно пили о ну чё и что смотри мне у него как вилка вкусно точно ну и под этой вот это прекрасное блюдо буду сами прощаться будем ужинать надеюсь такой формат видеороликов вам тоже понравился раньше таких видео было очень много кстати подписаны канал если еще не подписывались ставьте лайки пишите комментарии увидимся сами завтра в новом видеоролике пока а 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 Продолжение следует...